Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 30 августа. И мы с вами делаем небольшой обзор по винограднику. Посмотрим, что сейчас, в каком состоянии находится. Симоне в этом году довольно крупная ягода. На последние дни августа еще немножко не готов. Обычно он у нас созревает где-то первая неделя сентября. И несмотря на сложный год, я думаю, что он созреет как раз вовремя. Супага. Ей пока что тоже рановато. Но я думаю, что число к 10-15 сентября она будет готова. В принципе, судя по всему, тоже будет готова вовремя на уровне прошлых лет. Реформ. В этом году идет переформировка. Поэтому на солнечной стороне тут только две грозди. Все остальное в тени чуть-чуть запаздывает по сравнению с прошлым годом. Хотя вот на солнышке гроздочки готовы. А вот там на теневой стороне им еще надо немножечко повисеть. В прошлом году я снимала 1 сентября уже полностью готов. Ну, пока что еще немножечко повисеть. Я думаю, что через недельку можно будет снять. Вот у реформа в этом году есть небольшое отставание в созревании. Дилга в этом году созревает так же, как и в прошлые годы. Еще на конец августа немножечко ей повисеть. Сахара уже достаточно много, но еще чувствуется небольшая кислинка в шкурке. Неделька-другая, и она будет готова. Несмотря на сложный год и несмотря на большую нагрузку. Сейчас здесь 51 побег. Никакой нормировки гроздями не проводилось. Ядовика Гайлюнаса. Кусту 3-й год. Он показал урожай еще в прошлом году. В этом году урожай уже будет посерьезней. Ну, конечно, по сравнению с прошлым годом она отстает. Это факт. Поздно проснулась весной. Ну, что хотеть от весны. Если 23 мая у нас еще были последние заморозки. То вообще удивительно, что мы имеем, в принципе, хоть какие-то урожаи. Но я думаю, что недельки через 2 она уже будет готова. Лепсна. Практически полностью окрасилась. У нее, конечно, потрясающая окраска. Очень яркая. Очень такая, я бы даже сказала, не совсем естественная для винограда. Кажется, как будто подкрасили. Сейчас вот солнышка нету, а на солнце вообще ягода просто светится. Ну, и лепсна, надо сказать, что приблизительно на уровне прошлого года. Может быть, небольшое отставание в созревании. Ну, совсем чуть-чуть. Конечно, пока что еще ее снимать рановато. Но я думаю, что ближе к середине месяца она уже будет полностью-полностью готова. Свенсен Рэд. Кусту 3-й год. Достаточно активно красится. Ну, у Свенсена есть нюансы. В зависимости от теплоты региона кусту. Третий год. Вот такие у него красивые длинные грозди висят. Немножко были проблемы с соплением. Ну, ягода подтянулась, поэтому эти проблемы не столь значительны. Паланга вовсю набирает цвет. Я думаю, что созревание будет так же приблизительно, как и в прошлом году. Зелененькие мелкие гроздочки. Это Вардова. Вардова вовсю набирает сахар и мелкие ягодки. Вот они уже желтенькие. Их уже вполне можно есть. И, в принципе, у Вардовы созревание где-то на уровне прошлого года. Русвен янтарный. Кустик молодой. Это его второе плодоношение. Но, к сожалению, видите, грозди не совсем красивые. Плохо опылились ввиду неважных погодных условий. По цвету переход ягоды от такого молочно-белого. Не просто так назвали его. Янтарный переход в такой красивый янтарный цвет. Ягода сладкая, без кислинки, но при этом она не приторная. Очень приятная на вкус. Ну, вот здесь ягодки такие покрасивее, покрупнее. Вот по сравнению с моей рукой. То есть, в принципе, может давать вполне хороший и достойный урожай. По срокам созревания в прошлом году он был полностью готов. Хотя это было его первое плодоношение, сигнальная грозь, 22 августа. В этом году чуть-чуть с опозданием. Ну, по этому году вообще сложно чего-то судить. Исходя вот из этих двух лет, его срок это 3-4 неделя августа. При нормальных погодных условиях в Минской области он уже будет полностью готов. Русский ранний, ему не страшны никакие катаклизмы. Он уже полностью готов. Даже по сахару могу сказать, что 22 брикс он уже набрал. Может быть съеден, но может еще повисеть. Он прекрасно может сохраняться на кустах. Кишмиш запорожский. В этом году несколько скромнее, чем в прошлом. Дело в том, что цвел замечательно. Были огромные соцветия. Но часть осыпалась ввиду очень неблагоприятных погодных условий в этом году. Но, тем не менее, ягодка красивая. Ягодка аккуратненькая. Гроздочки тоже такие красивые. Окрас уже полностью набрал. И, в принципе, ягода уже съедабельная. Но сахарку еще немножко можно набрать. Аладдин уже почти полностью набрал свою окраску. Не смотрите на коричневые пятнышки на ягодах. Они остались от обработки травяным настоем. Ягода уже вкусно, уже отчетливо ощущается мускатный аромат. Но, конечно, для полного созревания ей еще немножко надо повисеть. И смотрите, опять же, конец лета уже начинает вызревать лоза. Аркадия чуть скромнее, чем в прошлом году. Но, тем не менее, видите, какие гроздья. Кстати, именно эту гроздь я вам показывала, когда мы говорили о нормировках урожая. Ягодка уже начинает желтеть. Но, конечно, еще и рановато. Эта кислота ушла. Но, тем не менее, повисеть нужно. Хотя, я думаю, что по Аркадии тоже сроки созревания будут на уровне прошлого года. Супер экстра. Здесь она висит вместе с Аркадией. Ну, вот это длинные гроздья супер экстра. Большая крупная ягода, конечно, этот год тоже нас немножечко подвел. И по срокам созревания, и по кондиции гроздей они могут быть гораздо больше. Ну, куст молодой. На самом деле, второе его плодоношение. Плюс погодные условия. Ему все простительно. В прошлом году, 22 августа, он уже был готов. В этом году, на конец августа, ну, буквально пару дней еще повисеть. И уже можно съесть. Хотя, на самом деле, в принципе, уже можно съесть. Приятный мускатный аромат. Чуть-чуть можно было бы дотянуть сахарку. Интрига ранее. Ягода уже размягчилась. Ягода потихонечку начинает переходить в желтый цвет. Но ей еще рановато. Я думаю, что созревание конкретно у этого сорта будет на уровне прошлого года. Арманий молодой куст. Его первое плодоношение. Две сигнальные грозди практически полностью уже окрасились. В памяти учителя сигнальная гроздь. Сеня. Некоторые грозди уже почти полностью готовы. Ну, а некоторым буквально чуть-чуть осталось. Вот же с другой стороны большие, очень красивые, плотные грозди. И вот эта гроздь, она уже практически полностью готова. Приятный вкус, такой немножко конфетный. С очень-очень тонкой и изящной ноткой муската. Атаман крайного. Первое плодоношение. Я вам уже показывала эту гроздь. Показывала, когда мы ее немножко вырезали. Потому что очень плотно, очень большая. Я не знаю по весу. Килограмма-полтора точно будет. А может быть и больше. Есть еще две гроздочки. Но они поменьше, поскромнее. Что касается окраски. В теплице из-за освещенности может немножечко не добрать. Может быть чуть-чуть более блеклая. Повторю, в зависимости от освещенности. Ну вот по цвету можно посмотреть и на второй грозди. Более мелкая. Она более окрашена. Сейчас конец августа. И ягоду уже можно есть. Несмотря на то, что на самом деле атаман крайного по срокам созревания 140 дней. Конечно, на этой грозди, ввиду ее огромных размеров, ягодки, надо еще повисеть. Но вот с этой мелкой грозди ягоды я уже пощипываю. Очень приятная хрустящая ягода. Очень хороший баланс с сахарой и легкой кислинки. И в послевкусии остается тонкий такой легкий аромат. Может быть цитрончика какого-то. Он совсем легкий, но очень-очень приятный и держится очень долго. Красавец фавор. Очень красивая ягода. Такая вот аж светится на солнышке. Сама гроздь, ну пусть не очень большая, может быть и больше. Ягода крупная. Видите, по сравнению с моим пальцем. Вот так он выглядит в конце августа. При этом, несмотря на то, что ему еще рано, ягода уже приятная на вкус. Ну, конечно, сахара еще надо немножечко набрать. Антоний Великий, потрясающий сорт. Очень эффектный, очень вкусный. На конец августа, смотрите, уже созревает лоза. На конец августа уже ягодку, в принципе, можно есть, несмотря на то, что сорт среднего срока созревания. Плодоносит абсолютно на всем. Вот там крайние гроздья, самые крайние, смотрите, они отстают по срокам. Дело в том, что эти гроздья подмерзли весной. В начале мая, когда пришел первый заморозок, там побеги смерзли и рост пошел замещающих почек. Тем не менее, посмотрите, там вполне хорошие гроздья. Да, конечно, они будут отставать по срокам, но это нормально. Более того, он способен закладывать, смотрите, специально оставила ягодки и на пасынках. То есть он может плодоносить абсолютно на всем. Анюта, конечно, гроздочки в этом году скромны, но что поделать, такой год. Кое-где они уже очень активно красятся, ну а кое-где, вот видите, там еще такие зеленоватые. Ну, Хаджимурат тоже, некоторые гроздья уже сильно окрашены, некоторые еще не совсем. Сказываются и плохие погодные условия, и я уже говорила о том, что, конечно, в прошлом году Хаджимурат мы перегрузили, поэтому в этом году все гораздо скромнее, к сожалению. Вот так обстоят дела на нашей винограднике в конце августа. В дальнейшем будет более полное видео, где я расскажу о каждом сорте более подробно. Ну, это когда уже все полностью созреет. Так что подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на каталог наших сортов. Обновление каталога будет ближе к октябрю месяцу. И мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok